Евгений Минченко в своем докладе «Большое правительство Владимира Путина и Политбюро 2.0», которое обновляется ежегодно, с предельной откровенностью сформулировал задачи правящей в России группировки. Они сводятся к следующему. 1. Дальнейшая конвентация власти в собственность через новый этап приватизации, использования бюджетных средств и преференций со стороны властных структур для развития прибыльных бизнесов. 2. Обеспечение передачи обретенной в 1990-2000-х годах собственности по наследству создания потомственной аристократии. 3. Обеспечение легитимизации приобретенной собственности на Западе. Невольно всплывает в памяти чеканная формула советского обвинителя на Нюрнбергском процессе. 4. Преступники, завладевшие целым государством и само государство, сделавшее орудием своих преступлений. Триада жизненных установок российской правящей верхушки «присвоить, передать по наследству, легитимизировать на Западе» воспринимается российской элитой как рутинная данность. 4. Да, так было в лихие 90-е, так было в тучные нулевые, так будет и в династические десятые. 5. Так и происходило до самого последнего времени, пока с треском не обломилась фундаментальнейшая для кремлевского режима внешняя скрепа. Обрушить эту скрепу западного коллаборационизма с путинским режимом давно пыталась российская оппозиция. Годами призывавшая правительство США, Великобритании и других западных стран наконец отказаться от фактического сотрудничества с грабителями России и применить в отношении потомственной аристократии собственное законодательство по борьбе с отмыванием денег. В распоряжении Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег имелись горы информации о финансовых махинациях членов большого правительства Владимира Путина, как из открытых российских источников, доклад Марины Салье, доклад Бориса Немцова, Владимира Милова, расследование фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, публикации «Новой газеты» и т.д. Всех этих материалов западных финансовых разведок. Лидер российской оппозиции Борис Немцов, чье имя носит площадь в Вашингтоне перед зданием российского посольства, был демонстративно убит у стен Кремля, вероятнее всего за его разоблачение путинской группировки. Ни Немцов, ни Навальный, ни миллион рядовых россиян не представляли себе до недавнего времени масштаба вывода капиталов, практиковавшего национальным лидерам и его окружением. Оценка Американского национального бюро экономических исследований более 1 триллиона долларов в частных российских активах на территории США позволяют говорить об ограблении тысячелетия. Тем не менее, до поры до времени, пока деяния российской верхушки ограничивались разграблением собственной страны, эта ситуация устраивала Запад, никогда не отличавшийся кристальной принципиальностью. Если называть вещи своими именами, Запад был соучастником-бенефициаром этих деяний. Ситуация радикально изменилась летом 2017 года. Принятый почти единогласно американским конгрессом и подписанный крайне неохотно президентом Трампом акт по противодействию агрессии со стороны правительства Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи и прежде всего его статья 241 о персонализации санкций, фактически объявления вне закона всего российского политического руководства, которое аккумулируется в Соединенных Штатах, вывезенными им из страны сокровищами. Финансовой разведке США поручается в течение 180 дней объявить активы, принадлежащие верхушке российского правящего класса, начиная с Владимира Путина, и обнародовать эти данные. После чего к российским руководителям автоматически будут применены действующие в США законы по борьбе с отмыванием капиталов, нажитых криминальным путем. Это принципиально новый характер отношений США с путинским клептократическим режимом. Причина этой радикальной смены в вех предельно ясно сформулирована в названии закона. Акт о противодействии агрессии. Ограбление народа России и военная агрессия против Украины, аннексия части ее территории – это разные преступления. Но они совершены, и это не случайно, а глубочайшая закономерность, одними и теми же физическими лицами. В развязывании войны против Украины многое подогревалось фантомными имперскими комплексами российского политического класса. Но главной целью агрессии было сохранение пожизненной власти вождя и бессмертия кремлевской мафии как института. Владимир Путин прекрасно понимает законы функционирования системы, построенной с его активным участием. Свет в конце тоннеля в ней – это тот коллектор, из которого люди с ломами вытащили несчастного Муаммара Каддафи. В невинном соглашении об ассоциации Украины с ЕС Путин заподозрил стремление Киева вырваться из степи посткоммунистических государств, образовавшихся на территории бывшего СССР и перейти к европейской модели экономического и политического развития. Такое бегство из таежной зоны могло стать заразительным и вдохновляющим примером для его подданных, потому опасность необходимо было ликвидировать в зародыше. Добившись угрозами и подкупом отказа Януковича от подписания соглашений с ЕС, Путин счел свою тактическую задачу выполненной. Неожиданностью стал Майдан. Победа украинской революции достоинства превратила потенциальную угрозу пожизненному правлению кремлевской группировки в реальную политическую проблему сегодняшнего дня. Первоочередной задачей для путинской России необходимым условием ее выживания стала максимальная дискредитация украинской революции в глазах российского общества и либо установление в Киеве послушной кремлю власти, либо расчленение украинского государства с сохранением контроля Москвы над большей частью ее территории. Поэтому пока Путин и его группировка будут наказаны за менее серьезные деяния. Нет, не за беспрецедентное в мировой истории ограбление народа России. Это задача российского правосудия, которые, к сожалению, в настоящий момент находятся под полным контролем Кремля. Они будут привлечены к ответственности за деяния, совершенные на территории США, отмывание денег, добытых преступным путем. Именно это твердо обещает статья 241. Большое правительство Владимира Путина станет своего рода коллективным Аль Капоне 21 века, который, как известно, был осужден не за убийства и разбойные грабежи, а всего лишь за уклонение от налогов. Российская оппозиция приветствует чрезвычайно позитивное, хоть и несколько запоздалое стремление Конгресса США наказать тех, кто отмывает в США вывезенные из России средства. Однако справедливость не будет восстановлена, пока похищенная, не будет возвращена российскому народу. Передача российского триллиона законно избранным на будущих свободных выборах властям России дело чести политической и судебной системы США. Эта цель была сформулирована в совместном меморандуме российских и американских экспертов Атлантический совет 14 ноября. Любое постпутинское правительство на одном из своих первых заседаний будет решать, что делать с главным государственным деятелем прежнего режима судебный процесс, воровской пароход, амнистия, иные опции. Перечень их имен, благодаря заблаговременным усилиям господина Минченко, достаточно полон. В его список на середину 2017 года входят 70 высших формальных и неформальных государственных руководителей Российской Федерации. Из них Путин, Медведев, Сечин, Собянин, Чемизов, Тимченко, Ковальчук, Ротенберг, Володин, Золотов, Бортников, Иванов, Бастрыкин, Муров, Патрушев, Полтавченко, Абрамович, Миллер, Вайна, Кириенко, Дюмин, Греф, Чайка, Ротенберг, Потанин, Дерибаско, Ковальчук, Усманов, Прохоров, Вексельберг, Мордашов, Евтушенко, Нарышкин, Гундяев, Михайлов, Кудрин, Кадыров, Турчак, Абызов, Туртнев, Дворкович, Иванов-младший, Жириновский, Зюганов, Миронов, Школов, Шувалов, Кожин, Громов, Хлопонин, Сурков, Козак, Лавров, Набиулина, Христенко, Голикова, Песков, Маниханович, Бабич, Мутко, Ткачев, Абрамович, Магомедов, Керимов, Фридман, Рашников, Фрадков, Матвиенко, Шевкунов, Костин, Токарев, Мантуров. Первая десятка, как и с первомайской демонстрации, украшает доклады Минченко своими фотопортретами. Представьте себе на секунду эти знакомые до боли светлые лики. Какие ассоциации вызывает у вас этот воображаемый ночной дозор? Да, конечно, учебная иллюстрация из трактата Чезаре Ламброзо или групповой портрет Дориана Грея. Фотогалерея всех семидесяти только усилила бы подобное впечатление. Деятельным раскаянием и активным сотрудничеством сначала с американскими или в случае Сулеймана Керимова с французскими, а затем и с российскими следственными органами, адреса зарубежных общаков, явки, номера, пароли счетов и так далее, эти падшие создания смогли бы значительно облегчить свою участь. Назовем это почином Олега Дерибаски. Ведь любил же он повторять, что в любой момент готов будет сдать все свое состояние по одному слову Владимира Владимировича. Почти угадал, провидец. Только слово это волшебное произнесут другие вежливые люди. Андрей Пионтковский Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...